Девушки отдыхают 21 февраля 1994 года в Вашингтоне сотрудники ФБР арестовали своего коллегу из другого силового ведомства – Центрального разведывательного управления США – Олдрича Эймса. Девять лет этот высокопоставленный офицер был агентом КГБ и имел доступ к самой секретной информации. Из-за этого был вынужден уйти в отставку директор ЦРУ Джеймс Вулси. Началось скрупулезное изучение последствий деятельности Эймса для национальной безопасности США. Последовали масштабные проверки и, как обычно, в случае неудач – увольнение виноватых. Все это на время дезорганизовало отлаженный механизм ЦРУ и было последней услугой Эймса, которую он оказал России. Время работы Эймса на Комитет госбезопасности началось в 85-м году и пришлось на перестройку Горбачева. В Советском Союзе это был период мечтаний о самом тесном и небывалом в прошлом партнерстве с Америкой. Кстати, по словам самого Эймса, уже к этому времени советская разведка напоминала швейцарский сыр с многочисленными дырами. Дыры прогрызли кроты. Так в разведках называют перевербованных сотрудников в рядах своих оппонентов. За несколько лет до кончины Советского Союза кроты в Комитете госбезопасности и ГРУ очень неплохо информировали Запад обо всем, что происходило в СССР. Американская вербовочная активность возросла тогда невероятно. Советская разведка почувствовала это не только в Америке, но и во многих странах одновременно. Вот в Тавризе сидел работник, он из Аербайджана был. Сидел совместная иранно-советская организация, Ингостра. Вдруг стук в дверь, заходит белый человек, говорят, и говорит, что у меня к вам просьба. Давайте два стакана. Он дает два стакана, он из этажа кейса вынимает бутылку виски, наливает и говорит, ну я не затем сюда пришел. Но дает визитную карточку, да, бизнесмен, там, фамилия, все. Я не затем сюда попал. Вот что. Вы никакой тут не этот, так, не сотрудник этой работы, конторы этой. Вы, значит, сотрудник АГБ, до вас тут работал такой-то, такой-то. У вас вот техника здесь стоит, на квартире у вас стоит. Мы знаем, что у вас плохо с женой, что денег не хватает. Здесь у вас должен быть недосчет денег государственных, так, этих, конторских. Вот, вот с женой у вас такие отношения. По работе вы характеризуетесь, значит, не очень хорошо, ну и так далее. Я вам предлагаю вот с нами работы, так. Мы вас обеспечиваем деньгами, мы обеспечиваем вам продвижение по службе, так. И так далее, так, вот работа. Ну, как наш работник этот рассказывает потом, говорит, я там возмутился, а он говорит, да не надо, говорит, не надо, все будет нормально. Вот, а, да, если, говорит, откажетесь, поедете в Сибирь. Я сразу сказал, говорит, Петя Рингланд, это вице-консул американский. Он вербовал с русским языком блестящим. У себя дома, в Вашингтоне, американцы завербовали в начале 80-х годов сотрудников КГБ, работавших в советском посольстве. Это была большая удача. Подобная легкость натолкнула их на важнейшую мысль о том, что советская система размягчается, становится более податливой. Для развития успеха в Ленгли разработали масштабную операцию «Кордшип» или «Ухаживание». Ее целью была тотальная вербовка кротов и вообще носителей важной информации. «Ухаживание» отличали размах, но особенно наглость действий. Под псевдонимом Рик Уэллс в этой операции принял прямое участие и будущий суперкрот КГБ в Центральном разведывательном управлении Олдрич Эймс. Тогда он был начальником контрразведывательного подразделения в отделе Советского Союза и Восточной Европы. Эймс знакомился с сотрудниками Советского посольства, других представительств на различных приемах, официальных встречах, изучая их на предмет вербовки. С определенного момента он начал присматриваться к ним по совершенно другому поводу. Готовился предложить свои услуги КГБ. Посредником в этих знакомствах часто выступал его босс по ЦРУ и приятель Родни Карлсон, у которого, впрочем, были и другие имена. Алекс Ньюсом, или Родни Карлсон, как это выяснилось впоследствии, познакомил меня, пригласил меня на очередную встречу, на очередной ланч в Вашингтоне, и сказал, что, Сергей, не будешь ли ты возражать, если я приведу еще одного своего приятеля, знакомого, кажется, он даже сказал своего босса, я сказал, что возражений у меня нету, и мы встретились втроем в одном из ресторанов в центре Вашингтона, неподалеку от посольства, Алекс Ньюсом, я и вот третий, который представился мне как Ричард Уэллс, сотрудник разведывательной группы при Совете национальной безопасности Соединенных Штатов. Уэллсом-то и был Олдрич Эймс. Встречи дипломата Сергея Девельковского и Олдрича Эймса стали происходить все чаще. Тема не вызывала подозрений, обсуждали в основном проблемы разоружения. Мне кажется, и мой знакомый по Нью-Йорку Родни Карлсон, и особенно Олдрич Эймс, принадлежали вот к этой части американского истеблишмента, так называемого, то есть политической и чиновничьей элиты, которая выступала против жесткого курса Рейгана на безудержное взвинчивание гонки вооружений и считали необходимым поиски разумного компромисса в вопросах ограничения вооружений с Советским Союзом. Это было близко к нашей позиции. В то же время Девельковский начинал догадываться, что его новый знакомый не совсем тот человек, за которого себя выдает. Но даже предполагая это, он не отказывался от дружеских ланчей и бесед с Эймсом. Тем более, что по некоторым признакам можно было предположить, что он готов пойти на более тесное сотрудничество. Прямых каких-то заявлений в этом плане Рик в беседах со мной не делал, но намеки, или то, что можно было воспринять как намеки на готовность, на желание выйти на более тесное и доверительное сотрудничество, с его стороны были. В частности, я вспоминаю, что в одном из разговоров с ним он по собственной инициативе, я его, собственно говоря, об этом не спрашивал, начал рассказывать достаточно подробно в деталях, в чем разница между функциями двух крупнейших разведывательных ведомств Соединенных Штатов Америки. Центрального разведывательного управления и Национального агентства безопасности, так оно, по-моему, называется. О своих подозрениях Девельковский сообщил начальству. Весной 85-го Сергей Девельковский должен был возвращаться на родину. Чтобы не потерять Эймса из поля зрения, советская резидентура попросила его до отъезда передать контакт с ним другому сотруднику советского посольства Сергею Чувахину. Он был мидовским экспертом по вопросам разоружения. Деловой обед с Чувахиным Эймс назначил на 16 апреля 85-го года в ресторане отеля «Мэйфлауэр» в Вашингтоне. Чувахин в назначенное время прийти не смог. Тогда Эймсу пришлось самому пойти в посольство Советского Союза. И там он передал дежурному письмо для представителя КГБ. В письме говорилось «Я агент Центрального разведывательного управления США. Работаю начальником контрразведывательного подразделения в отделе Советского Союза и Восточной Европы». Эймс попросил 50 тысяч долларов в обмен на информацию о завербованных ЦРУ офицерах Комитета госбезопасности. Этими людьми были подполковник КГБ Валерий Мартынов, кодовое имя Язычник, и майор КГБ Сергей Моторин, кодовое имя Туман, те самые сотрудники Советского посольства, завербованные ЦРУ еще в начале 80-х. На службе Эймс доложил начальству, что посетил посольство Советского Союза, поскольку на нужную для ЦРУ встречу Чувахин не пришел. «Это был, конечно, очень грамотный, очень умный, продуманный подход человека, который прекрасно сам знал и методы работы спецслужб, и методы работы в местной контрразведке. И он прекрасно понимал, где таятся какие подводные камни, где есть риск и опасность, и как их обойти. Я думаю, что именно это наше, я бы сказал так, наше стремление получить источника информации и его продуманность всех действий позволили нам, в конце концов, заключить этот союз, который, в принципе, оказался плодотворным». Виктор Черкашин в то время руководил подразделением внешней контрразведки в Вашингтонской резидентуре КГБ. Именно он принимал решение о дальнейших контактах и работе с Эймсом. По информации Эймса о завербованных ЦРУ офицерах разведки провели проверку. В результате выяснилось, Мартынов и Моторин действительно кроты. Чуть позже оба были под невинным предлогом отозваны в Союз и там арестованы. Через три недели Чувахин снова встретился с Эймсом за обедом. Из ресторана Чувахин ушел, оставив хозяйственную сумку. В бумажном пакете были 50 тысяч долларов. Вот этот небольшой ресторанчик «Чедвикс» в двух шагах от российского посольства в Вашингтоне сейчас одна из главных достопримечательностей так называемого «шпионского туристического маршрута» в американской столице. Именно здесь проходили встречи Эймса с советскими представителями, в том числе и офицерами разведки КГБ. Эймс выбрал для себя многозначительный псевдоним, попросив называть себя «Колоколом». Для того, чтобы не вызывать подозрений с американской стороны, встречи с Эймсом чаще всего возлагались на карьерного дипломата Сергея Чувахина. По сути, дипломат Чувахин, сам того не ведая, стал главным связующим звеном Вашингтонской резидентуры КГБ и высокопоставленным офицером ЦРУ Эймсом. В то же время для работы с Кротом были предусмотрены и запасные варианты. Мы готовили целый комплекс, естественно, для работы, как с любым источником. И тайники подбирали, и места постановки сигналов, и технические возможности. И все это готовилось, и все это с ним обсуждалось. Время от времени этими заготовками приходилось пользоваться. На этот счет Рик Эймс был человеком крайне консервативным. Он предпочитал работать по старинке. Закладки производились в мусорных бачках, почтовых ящиках, в укромных местах неприметных парков. Поначалу информация, которую передавал Эймс, была не из первого ряда важности. У сотрудников КГБ даже начало складываться впечатление, что он не до конца открывает свою степень информированности. Мне кажется, он действительно не собирался идти на углубление этих отношений. Мы представляли прекрасно его потенциал, и тем не менее не форсировали. Подводили к мысли, что если тебе что-то известно об агентуре ЦРУ в разведке, то лучше это сделать так, чтобы эта агентура ЦРУ не смогла косвенно или как-то нанести ущерб и вред, прежде всего, его собственной безопасности. Три месяца практически уже прошло, и эти месяцы были довольно-таки насыщены различными событиями, и в том числе событиями, связанными, ну, скажем так, с не очень приятными явлениями, когда ряд агентов наших были разоблачены в это время, в том числе в спецслужбах, вот. Ну, в частности, агент национальной безопасности, в Агентстве национальной безопасности был источник, и быв сотрудник ЦРУ, и это, конечно, он это знал прекрасно, и это немножко его, безусловно, подталкивало тоже принимать какие-то решения. 13 июня 1985 года – эпохальная страница в истории советской разведки. В этот день Эймс передал лично Черкашину феноменальный список практически всех кротов, которые были у американцев в Москве. Мы уже были готовы к тому, что какой-то должен быть такой психологический, если хотите, а может быть и оперативный прорыв. Ну, не до такой степени, как это получилось, конечно, потому что обычно вот в практике информация даже об одном, а уж о двух агентах, допустим, если быть служб противника в твоих рядах или в своей стране где-то, особенно в спецслужбе, это уже удача. И поэтому рассчитывать на то, что тут могут десяток быть, конечно, это абсолютно не было даже такой, даже и мысли. Вскоре в Москве начались аресты. Одним из первых в списке Эймса был Адольф Толкачев, ведущий конструктор НИИ радиостроения. Он же возглавил список самых высокооплачиваемых шпионов. За семь лет он получил от Центрального разведывательного управления США более двух миллионов советских рублей. Потеря Адольфа Толкачева оказалась очень тяжелой. Это была весьма успешная операция «Долгожитель», ведь он рисковал жизнью, придя к нам в Москве, а это очень тяжело и непросто. И нам удалось в течение нескольких лет вести эту операцию прямо под носом 2-го главного управления КГБ советской контрразведки. А он был таким обширным источником, переснимая на микропленку планы всех советских систем в области авиации, авионики и вооружений. То есть у нас было все. Вполне возможно, что он позволил Америке создавать ее боевые самолеты с точным учетом многих советских передовых разработок. И это не просто история. Я полагаю, что наши самолеты будут держать первенство еще не одно или два поколения в 21 веке. На этих кадрах, снятых с сотрудниками КГБ, автомобиль Толкачева остановили якобы сотрудники ГАИ для обычной проверки. Чтобы не дать Толкачеву проглотить капсулу с ядом, в рот ему быстро вставляют кляп. Как сообщалось, в оправе его очков нашли таблетку цианида. На первых же допросах Толкачев начал давать признательные показания. Масштаб его работы на американцев вызвал в КГБ шок. Эти кадры фиксируют, как спустя всего несколько часов после ареста сотрудник ЦРУ Пол Стонбау ждет Толкачева в установленном месте Москвы. Но дождаться своего агента в тот день ему было не суждено. Вместо встречи с Толкачевым, Стонбау пришлось познакомиться с советской контрразведкой. 33-летний сотрудник ЦРУ был задержан и доставлен на Лубянку, в центральное здание КГБ. Кто он такой? Американский дипломат. Я хочу позвонить. Я считать не буду, потому что будет сделано. У американца советские контрразведчики обнаружили значительную сумму денег, которая предназначалась Толкачеву. Статус дипломата спас Пола Стонбау. Его просто выслали из страны. А Адольфа Толкачева приговорили к расстрелу. Толкачев. Имя общества. Адольф Георгиевич. Когда вы родились? 1927 год. 6 января. Подвергнуть его смертной казне расстрелу с конфискацией мужчин. Также сотрудниками КГБ были арестованы несколько кротов в советских спецслужбах. Самый высокопоставленный из них в разное время занимал ответственные посты не только в КГБ, но и в ГРУ. И в то же время почти 25 лет проработал на ФБР и на Центральное разведывательное управление. Это был генерал-майор Дмитрий Поляков. За четверть века он выдал американцам 19 разведчиков-нелегалов, некоторые из которых погибли, и более 15 агентов из числа иностранных граждан. Благодаря информации Эймса был раскрыт и полковник КГБ Олег Гордеевский, которому англичане смогли организовать побег. Для советской разведки Олдрич Эймс стал источником беспрецедентной информации не только по агентуре. Там же были технические, очень дорогостоящие технические мероприятия Центрального разведывательного управления, которые они проводили у нас здесь. И по перехвату каналов себя, здесь секретных, и по контролю за нашими ядерными боеголовками и так далее. Много было информации, которую он выдал. В Москве проводилась техническая операция. Мы пролезли в канализацию и подключились к кабелям, получали разведывательные данные. Кроме того, мы отправили контейнеры из Владивостока через всю страну в Западную Европу, которые фиксировали ядерные материалы в поездах и гамма-излучение перевозимых вооружений. Эта операция была скомпрометирована, и чем дальше, тем больше. Мы потеряли все. Уже после ареста на суде Эймс заявил, что на сторону русских он перешел исключительно по политическим соображениям. Для него стал невыносим дальнейший вираж вправо в американской политике, грозящий миру ядерным конфликтом. А действия администрации президента Рейгана, по мнению Эймса, привели к наращиванию гонки вооружений и опасному тупику в деле контроля за ядерными вооружениями. По официальной же версии, которую постоянно обсуждали практически все американские средства массовой информации, главным побудительным мотивом измены Эймса стали деньги. Это чисто американский подход, потому что они, во-первых, считают, что главные, конечно, это деньги, это их, так сказать, их кредо. Хотя даже в случае с Эймсом это было совершенно не так, потому что деньги имели второстепенное значение, хотя получал он от нас очень много, но очень симпатизировал нашей стране, особенно когда у нас началась перестройка. Ведь он же пришел к нам через месяц после знаменитого выступления Горбачева, в начале апреля он выступил, потому что начинаем перестройку. Он пошел за деньгами, а потом ему понравилось, конечно, но в этом что-то есть. Он и здесь всем руководит, и там, и все у него получается, и все так здорово. И я думаю, что жизнеощущение его в те годы пошло резко вверх. На момент вербовки у Эймса действительно были финансовые затруднения. После развода с первой женой у него образовался долг – почти 40 тысяч долларов. Сумма по тем временам довольно внушительная. Кроме того, он собирался жениться повторно на красавице-колумбике Марии Росарио Кассас, дочери богатых родителей, которая привыкла к комфортной жизни. В то же время знавшие его люди отмечали, что Эймс отнюдь не был похож на придавленного финансовыми проблемами человека. Иногда мне задавали впоследствии вопрос, ну вот тебе-то он говорил что-то о своих денежных затруднениях, каких-то этих проблемах, как вообще он выглядел, как человек, нуждающийся в деньгах, пришедший с протянутой рукой, дайте я вам продам секреты какие-то. Я бы сказал, что как раз наоборот, он держался очень в этом отношении, ну как сказать, подчеркнуто, уверенно, без каких-либо признаков какого-то комплекса неполноценности в денежных делах. Я помню один эпизод, мы с ним вышли после одного из завтраков, обедов из ресторана, он мне показал, вот смотри, говорит, стоит моя колымага, я увидел роскошнейший совершенно спортивный автомобиль, Ягуар, впоследствии красного цвета, ярко-красного цвета, он говорит, Сергей, давай подвезу до посольства, я говорю, да нет, тут до посольства идти пять минут, не нужно меня подвозить, вот, но его, эту машину я видел, он гордился явно совершенно, наслаждался тем, что вот у него есть такая хорошая машина, то есть это был, это не был человек, не производил он впечатление человека, который вот угнетен какими-то своими материальными там проблемами, долгами и прочим. На поведение человека накладывает отпечаток общества, в котором он находится и условий, в которых он живет. В данном случае, я думаю, фактор финансовый, он присутствовал, но он не был давлеющим, он не был определяющим. Почему? Потому что, если говорить о тех суммах, которые там вот фигурировали в прессе и на суде о том, что ему выплатили там около двух с лишним, два и семьдесятых миллиона долларов и так далее. Вы знаете, тут еще вопрос, то ли это он просил, то ли это просто была форма вознаграждения, если хотите форма какой-то гарантии, чтобы человек чувствовал, что у него на какие-то отходные такие варианты есть определенная база, в том числе и финансовая. Еще Эймса обвиняли в том, что он пьяница, неудачник и вообще человек не очень пригодный для работы в разведке. А злые языки подшучивали, что за время работы в ряде стран, Турции, Колумбии и Мексике, единственное, кого ему удалось завербовать, была его будущая жена, колумбийка Росарио. Однако, судя по фактам, это далеко не так. В работе на ЦРУ у Эймса были серьезные удачи. Еще в начале семьдесят четвертого года ЦРУ направляет Эймса в Колумбию. Там местной агентуре ЦРУ удалось завербовать третьего секретаря советского посольства Александра Огородника. Эта история Огородника Трианона послужила сюжетом известного телесериала «Тасс уполномочен заявить». Эймс был куратором Огородника до сентября семьдесят четвертого года. Его работа была отмечена положительно. Последовало повышение по службе. А с семьдесят шестого по семьдесят восьмой год, во время работы в Нью-Йоркском отделении ЦРУ, Эймс курировал самого высокопоставленного в истории советского перебежчика, заместителя генерального секретаря ООН Аркадия Шевченко. Если бы он был алкоголик и человек никчемный и недостойный, он бы не был назначен руководителем контрразведывательного подразделения по Советскому Союзу в ЦРУ. Это очень серьезная должность. Это очень серьезная. Это все операции, все мероприятия, все вербовки, которые осуществляла ЦРУ, они все проходили какой-то анализ, проверку в этом отделе. Доверить это какому-то алкоголику, понимаете, это маловероятно. Я очень с большим уважением отношусь к американцам, сотрудникам ЦРУ, и в том числе к их руководителям. Они достаточно грамотные и опытные. Агент и специфическая публика, вот знаете, что самым удачным вербовщиком является не умный человек, не интеллектуал, а достаточно примитивный человек. Потому что тот, кого он вербует, должен ощущать свое превосходство над тем, кто его вербует. И вербовщики – это не самая интеллектуальная публика на самом деле. Это достаточно простые, или как минимум простые в поведении, лишь чтобы у агента было ощущение, что он снисходит, он соглашается работать. Он сверху, это он будет руководить всем этим. Вообще говоря, как на самом деле муха в паутине, но не подозревает. Ощущение, что это он руководит эту паутину все-таки. Существует естественная человеческая реакция. Когда вы обнаруживаете шпиона в своей среде, он становится для вас воплощением всего зла. Его мотивы всегда самые низкие. Когда мы говорили в отношении Эймса, что это простая алчность, и, возможно, жажда мести, потому что его карьера зашла в тупик, но когда я смотрю на тех советских людей, которые работали на нас, я могу сказать, что среди них было куда больше делавших это по идейным соображениям. Но если вы поговорите с контрразведчиками в Москве, они скажут, что эти люди действовали из самых низких алчных побуждений, которые были далеко не так благородны, как могут утверждать американцы. Итак, мой достопочтенный шпион, ваш предатель. И в этом вся правда. Многочисленные провалы ЦРУ в Советском Союзе вызвали закономерные подозрения, что в Лэнгли работает советский крон. Для его выявления была создана специальная группа. А небывалая активность, беспрецедентные, прямо-таки вызывающие успехи советской контрразведки, в конечном итоге убедили ЦРУ в этом. Но до сих пор нет полной ясности в том, кто же все-таки раскрыл Эймса американцам. С моей точки зрения, я не профессионал, но с моей точки зрения, это была глупость выловить сразу всю сеть, о которой тебе стало известно. Понятно, что это ставит агента в опасную ситуацию. Так обычно не поступают. Между прочим, когда Джордж Блейк сообщил о тоннеле, который прорыли в Берлине под советскими линиями связи, коммуникациями, ведь не стали сразу обнаруживать тоннель. А дали американцам и англичанам довольно долго работать. Я так понимаю, только для того, чтобы сохранить Блейка. И в общем это правильно, если у тебя такой агент, если уж он у тебя есть, так ты милый храни его. Я говорю о службах, в интересах государственных, конечно, было бы сразу тоннель обнаружить. Но интересы спецслужбы и интересы государства часто расходятся. А здесь, ну это был личный интерес руководителя разведки Крючкова, доложить о том, что вот они выловили такое количество агентов, их сразу арестовать, судить и расстрелять. И, конечно, он предстал героем. Агента они потеряли со временем. Думаю, что это было не разумно. У разведки есть масса возможностей вывести аккуратно агента из той сферы, где он похищает секретный материал, привезти в какое-то другое место, блокировать его. Ну масса возможностей есть, и профессионал об этом знает лучше меня. Как сделать так, чтобы агент перестал представлять опасность? Для государственной безопасности. Они вместо этого взяли и всех выловили, тем самым обрекли бы Эймс. Однако многие профессионалы подобную точку зрения не разделяют. От чего это идет? От точного знания причин провала Эймса, или же от корпоративной этики не говорить лишнего? По крайней мере и сегодня ясность от этого не прибавляется. Все вот эти меры, которые предпринимались по разоблачению этой агентуры по ее привлечению к ответственности, согласовывались с Эймсом, согласуются с любым источником, который дал эту информацию. Проводится операция прикрытия. Дезинформационных очень много мероприятий было проведено, очень много. Это и доведение до американцев информации о том, что советская разведка перехватывает каналы связи, электронные связи, так сказать. Это и дезинформация о том, что американский какой-то сотрудник охраны, бывший в Москве, якобы завербованный, в Австрии его арестовали потом. Я всегда с большим удовлетворением вспоминаю активные мероприятия, которые проводил сотрудник 2-го главного управления Жомов. И он установил контакт с американской разведкой и работал с ними. Именно в плане дезинформации. Не все они знали, почему это делается и зачем это делается, естественно. На самом деле это был очень продуманный комплекс мероприятий по зашифровке источника информации нашей Эймса, в частности. В этом контексте весьма показателен один небольшой эпизод. В середине 85-го Эймс готовится к длительной командировке в Италию, в римскую резидентуру ЦРУ. Перед отбытием он должен был пройти тест на детекторе лжи. Справиться с полиграфом Эймсу довольно оригинальным способом помогли все те же чекисты. Мы там организовали небольшую инсценировку. Я приехал еще с двумя сотрудниками посольства. Мы просто в кафе в этом сидели. И когда Чувахин зашел с ним, мы познакомились. Познакомились, естественно, я представился, дал свою визитку. Он тоже так дал. Короче говоря, и после этого мы тут буквально 2 минуты потом они ушли своими делами заниматься. Эта инсценировка дала возможность Эймсу во время сеанса на полиграфе совершенно спокойно ответить на вопрос в том, что встречи с сотрудниками КГБ у него были. Тест на детекторе лжи был благополучно пройден, и Олдрич Эймс уехал в Италию. В 88-м году ЦРУ прекратила работу по поиску крота в своей среде. Нашлись и вроде бы убедительные объяснения провалов агентов и кротов ЦРУ в Советском Союзе. Комиссия пришла к выводу, что нет. Источника информации в ЦРУ и ФБР нет. В каждом случае находились объяснения. Этот агент провалился, потому что он себя неправильно ввел. Второй там неправильно расходовал деньги. Третий там чего-то сболтал, где-то не нужно. Короче говоря, к каждому находили соответствующие объяснения. И они эти объяснения были, потому что им эти объяснения подсказывались частично. После возвращения из Рима в конце 80-х годов Эймс продолжил работать в центральном аппарате ЦРУ. Я в то время был начальником Советского отдела. И однажды утром Эймс проходит мимо моей секретарши, приближается ко мне и говорит, я хочу вернуться в отдел, хочу вернуться и работать. Я хочу быть в отделе и работать над вашими особыми делами. Я посмотрел на него и ответил, Великолепно. У тебя это раньше хорошо получалось. Но дай мне время, ведь многое с тех пор изменилось. Мне не нравился Эймс. Но не потому, что я считал, что он шпион. Просто я думал, что не хочу его возвращения с ударом. В начале 90-х Олдрича Эймса назначают начальником так называемой рабочей группы по КГБ. В ее задачу входила дезорганизация работы Советской спецслужбы. Но после августа 91-го его как-то неожиданно переводят в центр борьбы с наркотиками. Есть версия, что уже тогда он оказался под подозрением. На это время пришелся провал нескольких важных операций ЦРУ в Москве. И поиски вражеского агента в Центральном разведывательном управлении возобновились с утроенной силой. Американцы предлагали до 5 миллионов долларов за информацию о КРОТЕ. И обращались не только к бывшим сотрудникам КГБ, но и к бывшему шефу внешней разведки ГДР Маркусу Вольфу. Не сработало. Специальная группа опытных сотрудников Центрального разведывательного управления, а также ФБР, проанализировала все провалы американских спецслужб, начиная с 85-го года. В круг подозреваемых попали 198 человек. Многие из них были опрошены индивидуально. 12 ноября 91-го года на беседу вызвали и Олдрича Эймса. Как высокопоставленный сотрудник ЦРУ, Эймс получал 70 тысяч долларов в год, что за 9 лет составило с учетом налогов менее 600 тысяч. Было установлено, что с 85-го по 91-й год на швейцарских счетах Эймса появился 1 миллион 300 тысяч долларов, без видимых на то оснований. В пригороде Вашингтона Эймсы приобрели дом и большой земельный участок за 540 тысяч долларов. Своё материальное благополучие Эймс объяснял наследством из Колумбии. У него была хорошая легенда, потому что родственники его жены, Росарев, были очень состоятельные люди. Тем более жили в Колумбии, где проверить всё это дело было очень сложно. Там ситуация, сами понимаете, какая там и нефтянка, и наркотики, и чёрт кто знает. Попробуй докопайся до происхождения этих денег. Однако эта версия не убедила агентов ФБР. Подозрения остались. И хотя никаких серьёзных доказательств работы Эймса на Комитет госбезопасности в то время найти не удалось, кольцо вокруг него продолжало сжиматься. Вопрос о том, как обнаружить крота, можно свести к старой поговорке «Чтобы поймать вора, нужен вор». Когда вы посмотрите на шпионов, пойманных советской контрразведкой в период 80-х годов, я спорил об этом с моим старым другом Рэмом Сергеевичем Красильниковым, руководителем американского отдела 2-го главного управления, который говорил, что они самостоятельно поймали больше двух. Но я считаю, что каждым пойманным ими шпионам они были обязаны предательству. А сейчас уже есть уверенность, что провал Эймса, причиной этого провала является предательство. Его предал человек, наш сотрудник, который знал о том, что он сотрудничает с Эскором. В 1998 году у нас опубликовано было сообщение о том, что спецслужбы наши арестовали бывшего сотрудника внешней разведки, который ранее ушел на пенсию и выехал в Америку. Однако спецслужбам удалось, нашим спецслужбам, удалось его вывезти оттуда, сюда, под каким-то предлогом. И он был арестован здесь. Я считаю, что это блестящая, конечно, операция. Это так сообщение было, которое. Этот человек был осужден на 18 лет. Фамилии я его не буду называть, потому что смысла нет. В мае 93-го ФБР начало негласное уголовное дело в отношении Эймса. За ним установили слежку. Его вели 8 агентов и целая группа специалистов-техников. В доме у Эймсов установили жучки, а напротив дома скрытую камеру. Было организовано прослушивание телефонных разговоров. Под контроль взяли и компьютер Эймса. Однако выяснилось, что ни интернета, ни почтовых программ у него не было. За автомобилем Jaguar Эймса круглосуточно велось наружное наблюдение, в том числе и при помощи вертолета. Агенты ФБР произвели тайную выемку мешка с мусором из контейнера около дома Эймсов. В нем была обнаружена копия его оперативной записки русских. В руки агентов ФБР наконец попала первая серьезная улика, которая доказывала, что Олдрич Эймс шпион. В ноябре того же года Эймс на несколько дней вылетал в Венесуэлу. И тут же агенты ФБР зафиксировали рост его банковского счета почти на 90 тысяч долларов. 21 февраля 1994 года около собственного дома его вместе с женой Росарио арестовали. Это событие стало поводом для специального выступления главы государства. Эймсу пришлось договариваться с правосудием о стоимости собственной жизни. Показания в обмен на остаток жизни за решеткой. Я приехал с работы, жена меня такой, Лена Александровна встречает и говорит, ну, друг мой, ты знаешь, что произошло. Для меня эти все разведки и прочее, это уже все отошло. не совсем оказаться. Поэтому его арест для меня явился очень большим таким шоком. Шок. Спросите всех наших бывших противников в Комитете госбезопасности, что они чувствовали, когда Полищук оказался шпионом? Что они чувствовали, когда Дмитрий Поляков оказался шпионом? Что они чувствовали, когда Сметанин и Вареник и все остальные, Васильев, ну, все эти парни? Это страшный шок. Первая реакция, которая подкрадывается к вам, это сказать, помните, я вам недавно говорил, что Эймс плохой парень, но правда в том, что вы переживаете шок, и только потом вы начинаете понимать некоторые слабые места. Я не думаю, что возможно когда-нибудь по-настоящему понять все без исключения мотивы. Те, кто говорили, я знал, что Эймс плохой парень, говорили это задним числом. В Соединенных Штатах существует практика заключения сделок с судом. Эймс признал себя виновным в шпионаже и, кстати, в уклонении от уплаты налогов от денег, полученных за свою деятельность. Правда, он сумел избежать смертного приговора. Его жену осудили на пять лет и три месяца тюрьмы за сообщничество и за уклонение от уплаты налогов. Все имущество Эймсов за исключением недвижимости в Колумбии было конфисковано. Служба внешней разведки в России до сих пор отказывается официально комментировать сотрудничество с Эймсом. Реакция СВР на вот эти события она стандартная. Такой реакцией придерживаются все спецслужбы мира должны по крайней мере уважающие себя и достаточно грамотные когда речь идет о каком-то вот таком провале. То есть запускается программа она называется правдоподобного отмежевания. Это не наш термин за американский термин кстати он взят был изобретен еще Алином Далесом. Программа правдоподобного отмежевания. Всех провалов которые имели место. Разведка не признает мы не комментируем даже в явных случаях. Вот уже 15 лет Эймс находится в тюрьме строгого режима Аливуд в штате Пенсильвания. И выйдет ли он когда-нибудь на свободу не знает никто. Скорее всего шансов на это у него нет. Как говорят американцы в первую очередь потому что на его руках кровь. многие из тех кого он выдал были расстреляны. во-первых он не убивал начнем так и не имел ни права ни возможности он назвал людей назвал предателей а в Америке что не убивают предателей тоже были смертные приговоры по отношению к агентуре к советской агентуре достаточно вспомнить Розенбергов которых вообще так сказать ни за что казнили и были другие случаи сейчас вот разоблачают не казнят значит если сейчас человек выдаст десяток агентов американской разведки которая работает в России и их арестует значит он уже не будет серийным убийцей потому что у нас другой закон да а тогда был такой закон что он серийный убийца у американцев такая же жестокая система отношения к выловленным шпионам как и у нас и одни их приговаривают сейчас правда не казнят приговаривают по жизненному заключению без права помилования и не думаю что кто-либо из них когда-нибудь выйдет на свободу я кстати говоря совершенно не поддерживаю в мирное время вообще шпион на мой взгляд большой опасности не представляет это тоже так но это такая это месть спецслужбы за права у нас мстят и они мстят ничего другого за этим нет в тюрьме Эймс периодически сетует на жесткие условия своего заключения на тесную обувь запрет на контакты с родными навещают его редко говорят что на стенке в его камере висит фотография будто бы принадлежащего ему дома где-то на берегу реки в Подмосковье так это или нет уже не имеет никакого значения увидеть далекие российские пейзажи да и более близкие американские ему уже не в дюдерта но в дюдерта не имеет эти Продолжение следует...